привет господа пчеловоды опять я вам буду надъедать потому что неотлагаемая проблема и сейчас который ролик я дал арсулу русов ну вот у меня проблемка выскочила акаропедос трехейный клещ блин не хочу травить пчел уже появились пешеходы пчелы если не подлечить семье хана чё делать вот клянусь чем хотите да знать не знаю что такое вот эти вот педозы медозы и вот это уже появились пешеходы пчелы ты хоть мне чтобы я хоть примерно себе представлял что это за пешеходы пчелы но сейчас я тебе скажу скажу лечение вот если я вдруг встречался бы мне этого не надо и я больше чем уверен что ко мне это не придет потому что я вам рассказываю всю свою науку вот что я сейчас сделаю в первую очередь конечно я уже два года об этом рассказываю но сейчас тебе посылать ролики ты можешь все перепутать и поэтому какая бы там не было хоть хуже чем гнилец поверь мне нету ничего а это а эти семечки сейчас у тебя прекратятся даже независимо большая семья маленькая семья скажи спасибо что проблема пришла это вот сейчас ты включишь ту мою науку которую я только что объяснял но что ты сделаешь сейчас выбери ранку как можно пустую вот чтобы она на ней было мало меда мало вообще чтобы не было перги вот просто медовая и вот когда достанешь ее там же пчела есть на ней да и и поставь короче как хочешь сделай надо матку ты же достаешь а там есть матка ты найдешь рамку с маткой и вот на эту рамку вот на эту рамку надо перекинуть матку чтобы весь расплод все 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 осталось здесь но перед этим перед этим надо чтобы ты может быть у тебя уже есть где-то семьи которые ждут матку свищевые маточники есть или же те которые вот у меня в данный момент есть вот этот самый момент что у меня есть пчелы которые сидят без матки они у меня запущены и вот он вдруг если вот этот вариант выходит я беру две рамки с пчелой вот эту больную матку бросаю вернее две рамки с пчелой отдельно в улей ложишь вот эту матку вместе с рамкой и вместе с пчелой но там нет засева две рамки с того с моего уля где уже без матки они 6 7 дней пчела хочет матку и вот эту рамку из этого уля где только маткой только пчела никакого расплода ничего ставишь сюда вытаскиваешь и убираешь убираешь так чтобы не вернулась она сюда я не знаю к другу к соседу или матку убей тебе эта матка больше не нужна но конечно хотелось бы ее вылечить и ты ее легко вылечишь фишка то в чем вот этих пчел которых ты уже матку убрал давай начнем с того что делать вот с этими пчелами которых ты матку убрал ставишь кормушку и начинаешь в первую очередь обязательно завари туда этот как его черемуху и крапиву вот крапиву сегодня ты просто кровь из носа должен найти если не нашел значит опять таки это елка мяту то есть этой как ее елку ты сосну ты ты нашел сосна у тебя есть нет сосны значит бери елку любую елку которые в лесу растут все виды елок и во вторую очередь черемуха если нету значит шиповник ты найдешь ну не может быть что ты не нашел шиповника вот и начинаешь спокойно их кормить этим сиропом значит первую очередь елка крапива шиповник черемуха и вот они не буду тебе дальше рассказывать человеческие таблетки это надо специальные дозы я раньше делал человеческими таблетками но это по другим болезням от поноса и от всего другого сейчас хватит именно вот этих вот растений которые и начнешь их поить вот этим раствором и вся пчела если уж она сеяла и если там была старая пчела то если они начнут брать этот сироп там все исправится вся пчела она выйдет нормально и пускай они тянут маточники ты запустил процесс новой матки все спасибо ситуации есть хочешь не хочешь она к тебе пришла чтобы правильно из нее вырулить надо эту семью пока иду ведь маточники на твоем меде а это кстати приходит вот эти болезни как я понял и из лекций всяких зарубежных исследователей все это приходит с медом извне потому что извне мед сегодня очень сильно отравленные потому что экология все 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 короче это большая тема тебе надо накормить вот этим дорогим сиропом про которые рассказываю но чтоб там обязательно вот этот шиповник обязательно должен быть эта кислота и и они начнут выводить матку и теперь тебе не надо будет много маток достаточно от этой семьи вот эта матка и пускай она выходит это твои начнутся исследования вот странное пчеловодство у тебя дома и ты увидишь как она тебе поможет а что делаем с этой маткой а с этой маткой надо сделать так чтобы хотя бы три рамки было пчелы три рамки пчелы и не пытайся делать хорошие условия для них в том плане что хорошую рамку для засевов вот почистят освободят матери питак она начнет сеять как говорится пердячим паром начнут работать но вот что очень важно родной если ты будешь игнорировать мою вентиляцию результатов не жди я тебе вот я тебе сейчас прямым текстом говорю твоей болезни первую очередь виновата вентиляция нахлебались они сырости и нахлебались они медовый это во первых во вторых по твоим комментариям которые вот ты же переписываешься с людьми я вижу что ты все-таки к стимуляции своей пчелы прибегаешь к общепринятым российским лекарством а каждое лекарство имеет побочный эффект вот я прошу прощения я просто никогда не видел никого 35 лет геморрой только был с гнильцом все остальное вот я вам рассказываю все остальное даже если она есть вот я только вы замечали что какая-то проблема в семейке сразу мать выдергиваешь ставишь другие семьи которые нуждаются а в других семьях которые нуждаются там здоровая мощная пчела которые маточным молочком начинает кормить эту мать именно поэтому я тебе говорю вари сироп они из этого сиропа у них поменяется маточное молочко они начнут выращивать расплод на другом маточном молочке именно это маточное молочко сыграет роль именно поэтому вот это вот мой опыт я не знаю эту твою болезнь ты просто мне напиши хоть как они там с чего начинается там как-то определить как определяются эти болезни что там пчелы красные становятся белые тусклые медленно ходят в упор знать не знаю никогда у меня пчелы всю зиму как сайгаки скачут поэтому я вот единственная семья которая вам показывают вот она на тормозах и в том году была точно такая же поэтому это единственный случай у меня и опять таки я стараюсь к ним именно к ним стараюсь подсунуть здоровую пчелу которая если уж и она не поможет ну все природный отбор сыграет свою роль поэтому ты меня понял больная пчела самостоятельно выращивает матку на сиропе который сделал ты никаких таблеток ничего тебе не надо абсолютно не надо это вот хорошая школа для тебя чтобы ты ништяк понял как же тебе потом в дальнейшем из этого выскакивать и запомни стимуляцию пчел какой бы ни был вот у кашковского вот это вот лекарство я забыл ты не фея его посоветовал я больше чем верю в то время когда кашковский пользовался вот этим вот лекарством вид витофит что ли или как он называется в то время он был качественный а сегодня фармацевтика и все остальное вы сами же знаете как искажаются лекарства поэтому верите не верите я не знаю и поэтому все вот эти добавочки они играют вот эти вот несчастные роли это хорошо что ты сейчас задал во время у меня есть возможность я тебе резко ответил это хорошо для тех это хороший пример для тех пчеловодов которые я сейчас начну эти все болезни начинают прогрессивность вот она эта погода вот он она на колени поставить все вот я сейчас смотрю сижу я вижу как час все на колени весь бывший советский союз становится на колени перед этими болезнями вот вот только что мы смотрел одного пчеловода который предупреждает не покупайте пакеты и там называет примеры и все остальное потому что заявленная цена две семьсот а продают три четыреста и вообще пчелы нету и болезни был вот это вот вот оно то о чем я вам говорил и предупреждаю два года перестаньте смеяться услышьте меня никогда вы не спасете пчелу своими лекарствами только натуральные лекарства только то что я то что я надыбал я вам рассказываю поэтому если есть вопросы задавать пока пока всем привет